всем привет продолжаем проходить blasphemous пойдем сейчас вот сюда и потом сходим вот сюда потому что у меня есть способность бегать по ядовитому туману но вот здесь вот хотелось бы открыть ибо это было в планах давай вот сюда сходим для начала так я должен значит пойти вперед потом вниз и направо понял пошли городок у я смотрю оживает потихонечку это хорошо ну-ка ребят я вам все отдал вроде все так вот такую же потом локацию пойдем сначала хотелось бы открыть так отсюда мне надо вниз потому что мне кажется что вот эта локация а возможно она еще вот сюда уходит может она по логике вещей удобнее сначала вот сюда давай наверно так и сделаем проверим что у нас тут вот здесь вот у нас закрытые вот тут будет я думаю что он разница особо никакой какой последовательности все это делать этот метроид ваня а кстати здесь у нас что за вопрос я не могу за да по воде тут бегать ладно жалко есть что я не могу еще кидать предметы когда я на лестнице нахожусь отсюда мы идем а вот так вот пройдем дождем ай 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 пока слизи немного самый низ давай посмотрим что там есть парирование я на секундочку забыл как его делать так самом низу тоже нужно уметь бегать по воде это я помню ну знал же что сейчас упадет так вот здесь а нет еще не даже не здесь но если можно могу уже вальяжно себя чувствовать эти ребят мне не навредят как как и газ теперь надо вот сюда и отсюда спуститься ниже ай ай точно где-то здесь был проход даем и да вот здесь я тогда не смог тут пройти посмотрим что тут находится будет обидно если просто какая-то банальная кость валяется а скорее всего это срезка срезка будет наверно заканчиваться вот тут а где-то муж а блин и все я по воде опять не могу бегать я ставим вопрос плану я хотя бы проверил боятся перепрыгивать это их тут много а колокольчиком с колокольчиком мужик он стоит выше так давай возвращаемся и вот через вот это вот все проходим удовольствие мне сейчас наверх да ёб да ёб давай копайте ладно так отсюда надо выше все капли собрал не успею ну чё так отсюда выше вот так придется вернуться на алтарь много всего было потеряных я в ту локацию не пойду без фляжек без аптечек там будет очень грустно хотя тут вполне недалеко дал я успею вполне вот до сюда дойти все равно вот тут вот попать следующий давай тогда я успею я должен успеть ай блин хотел в тайминг попасть но увы спидран пойдет так давай здесь мы отсидимся полечимся все остальное и продолжим наше шествие вот рывок здесь вообще был бы кстати спокойствие давай побьем наверно об быстрее так а тут у нас мужик с ножницами он меня бьет один раз очень четко очень прямо и точно он попадает всегда на второй раз он не стреляет можно конечно прям запариваться и тратить на него магию но не вид смысла на вообще никакого кстати у меня появилось что-то для нет для дерева ничего нет когда появится неизвестно тут куча нпс которые требуют какие-то непонятные предметы непонятно изъясняется что ему вообще надо в целом спасибо ай-ай не сюда не сюда так подожди а ты не можешь карту смотреть когда висишь на уступе мне надо вот сюда вот урод ну будем надеяться что он не попадет второй раз не хочет он стрелять это мне на руку так ну что будем рисковать наверно да 4 фляжки я думаю мне хватит чтобы вот так вот дойти правда я не совсем помню все нюансы пути я думаю хватит вот здесь срезочка довольно таки удобная с этой локацией у нас точно все сюда только что-то отнести надо будет не более того так давай мне направо отсюда выше выше надо подожди а может быть я и по верху смогу пройти точно поверх уже было безопасней я здесь же бегал срезку открывал чуть не скинуло окно в принципе можно сейчас фляжки не экономить потому что тут я уже почти на месте и здесь тоже можно по верху пройти самый сложный момент проходится только один раз вот так чик чик и совершенно не деформируясь я добрался до нужного места так что это за локаций это вообще это у нас отголоски соли окей что-то тут их уродцев было много так давай-ка мы здесь по моему тут можно как-то подняться или упасть ну не знаю стоит ли тут знак вопроса ставить давай мы сначала вот здесь какую-то следочку откроем сходим на ну да вот сюда и пойдем эти локации просто обязаны соединиться ой там листяшка а я не дотянусь при всем желании а я вопрос может быть разработчики предполагают то что я должен лететь опираясь на вот эти вот фонари может быть вот она и срезочка это у нас из этого длинного стол а нет они не соединены вместе амдиан далеко после босса 2 на лифте ехал они тут находятся это четыре прохода вот здесь они ниже идут вообще без понятия как туда попасть возможно через вот этот проход вот так это будет пока наверх блин а давай попробуем ну разок один раз я попробую если нет то нет не хватает у меня навыков подбирать эту штуку мне кажется все таки да надо было как-то прыжками ударом вниз одновременно забирать от эту вот блестяшку переживет и без них с этими ребятами я уже знаком встречались они мне в ледяной локации будет очень грустно если мне прям обязательно потребует скакать по вот этим металлическим люстром с помощью удара горы бесконечных сумерек а тут же была закрытая локация там вот такая вот если присмотреться карте ровная линия была без прохода ну я понял где я нахожусь до алтаря недалеко ладно пошли вниз вернемся обратно короче говоря срезочку открыл а что там за вопрос а блестяшка может быть если рывок какой-то появится сходим и сюда давай-ка до алтаря быстренько дойдем две секунды потратить полное здоровье они за мной не пойдут надеюсь гаденыш а какой попал раза два наверно так тут их надо как-то разъединить надеюсь с правой стороны меня не заметит хочу я прыгать не могу только лестница нет могу можно и конечно магией убить но так более более мне нравится эх можно было его добить прикольным добиванием но два под землей все дороги ведут ложным путем в этих туннелях считается ложь доносится вы ветра и рев волны здесь нет ни ветра не море и даже синее пламя на вершине мачты не опаляет наших рук и без понятия что эти люди имеют ввиду трупы точнее спускаемся либо вот ну тут она вверх уж точно не пойдет эта локация соединит она вот эти два прохода в конце то есть она будет скорее всего но не очень большая так посмотрим то есть вот эта маленькая комната специально сделано чтоб ты только это упал на врага да хотя его не видел вообще подстава максимально гады пытаются вытянуть из тебя все здоровье еще раз интересно если ты урон получаешь по-моему ты падаешь да ты падаешь да ёмы блин а больно как бьется то ты смотри так я хотя бы успел интересно открылась ли дверь вон там помощью этого наверное нет все в этих огоньках достал теперь мой выход готов так зачем мы сюда идем давай попробуем все таки держаться ближе вот к этой штуке и потихонечку опускаться так восстановить здоровье за 500 а фляги же она мне не восстановит правильно поверь фляги восстановила ну на этот момент тогда хорошее капиталовложение я как на костре посидел без костра ой надо же дотянулся далековато ближе мужик вот счет не секреток не блестяшек вот еще ребят ай 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 непозволительно много урона может у меня уже магия есть которая позволяет не попадать ну не получать урон от этих огней но по-моему у меня давали только урон против молнии забава в том что я не знаю как разработчики молнии рисовали здесь у меня есть один проход и второй давай за блестяшкой будем будем жадничать минус один ну давай все хочется рывок сделать так опять меня вынуждает короче оставлю здесь вопрос попробую один раз нет я не дотягиваюсь он просто бьет по ним о кстати по моему был шанс вот здесь почти халявная блестяшка давай все таки попробуем еще немножко не то блин с какой-то вероятностью он бьет и все попробую в прыжке удерживать кнопку вниз и при этом лупить а как блин как оглашенный не долетает он что-то вот буквально не долетает 2 миллиметра не хочет ну и ладно последний раз как азарт дело такое все не пойду все не пойду на первом пролете когда я ехал на ифте после босса значит у нас сейчас продолжится зеленая локация но по крайней мере есть куда идти это радует не бегаешь кругами а скорее всего закрытая комната будет назад пойдем нет комната не закрытая но даем вот удар удар вниз я не знаю почему но он получается очень редко давай наверх примится как-то о алтарь это хорошее 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 так а почему здесь проходом о проходе новые ребята какие-то а чё он делает понятно парирование опять и раз-два я его спарировал нельзя парировать а урон скорее всего они получают только снизу или нет черепаха мне напоминает 60 душ за них дают ну давай подерживаться теории подъема наверх стой 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 элегантно я просираю фляжки потихонечку потихонечку медленно наверно они из меня их вытягивают странно конечно но мы почему-то идем вот сюда место покоя сестры а мы с ней дрались возле дерева с подношениями кающийся ты стоишь перед могильной плитой под которой покоится мое имя перпетва а вместе с ним и мое тело погибшее давным-давно хотя мы уже были представлены друг другу ранами нашей вражды отвага твоей веры дает нам шанс встретиться снова стоящая за спиной чудо которое окончится обретением абсолютного знания тебе удалось одолеть обман созданный чудесным рвением обладавшим моим лицом моим доспехом но не моим голосом который теперь свободен от греха и хозяев но я вижу что вина в тебе столь тяжелой в сердце и в руке заслуживает такого тяжелого покаяния такова твоя сила что мой брат эсдас убежденный что-то преступление против церкви попросил моего благословения чтобы не дать тебе ступить в обитель такой великой святой святости качись я вижу иной путь для тебя ведь конец твоего пути не запретные и не святые места что скрывается за высокими стенами матери церкви поднимись выше всего этого выше даже самих залов мечты голос мой не вечен ему не развеять всю невидимую мглу что скрывает истину и вводит нас в заблуждение должен встретиться с моим братом он будет ждать тебя на мосту ведущим двери священных ликов возьми эту лопатку ее тусклый блеск скажет его что ты обрел мое благословение перед которым он предклонит канели колени ибо он глубоко любит меня в этот момент мой мягкий шепот достигнет его ушей с мольбой помочь тебе поврежденная лопатка хорошо ступай без страха кающийся как скажет еще да тут стена невидимая хорошо тогда теперь вот добиваем вот этот кусочек локации трех ее направлении и нам говорит нужно на мост это вот сюда можно еще сюда сходить и вот здесь какой-то проход здесь я надеюсь что все и вот здесь я надеюсь что мы сейчас до откроем вот эти вот участки но раз два три три пути у меня не считая вот этих вот ну я понял какую-то лопатку дали на мозг надо идти но я не знаю эта лопатка сможет помочь пройти я же три ключа собирал они давались только от боссов а тут она вроде мне сказала что это и есть третий ключ который она мне только что дала ну че то я сомневаюсь ай это я сомневаюсь потому что ну как же без драки с боссом третий ключ то получить скорбь и разорение я пока я не вижу ух ты вот это прилетела она просто все здоровье снимает что такая злая тетя то я и по моему не попадая никуда интересное кино так это еще одна локация новая какая-то и походу мне сюда нельзя ну как бы рано они все у меня тут здоровье забирает очень много блин надо выбираться отсюда иначе я просто не найду во и я короче говоря тем самым быстренько вернулся ну я уже думал сейчас это так боль отстанет мне так ну рано по локации я не знаю вообще вот так как тогда туда попасть а кстати пока я вот здесь нахожусь давай-ка мы сюда переместимся посмотрим что это за проход не знаю где он ой вот может быть тут где то тоже нет да ну вот так проверим здравствуйте вот эта локация мне в принципе по зубам так мне сюда не пройти потому что мне мешает это дело как его открывать я не знаю у меня вот возник вопрос что если здесь проход тоже открылся я сейчас наверное запись поставлю на паузу быстренько сбегаю до этого момента и просто узнаю потому что другого способа я не вижу причем идти надо будет вот так так будет быстрее и потом вернуться назад надо будет мне и вот так вот мы пойдем посмотрим наверное вот здесь или на мост да ладно и так значит я сбегал вот сюда все смотрел проход закрыт здесь закрыто здесь закрыто сейчас единственный момент куда я могу пойти точнее два момента это вот раз вот этот мост и два вот этот вот участок я сюда не заходил пойдем посмотрим что там есть я сюда добежал и дальше заходить в глубь локации не стал я не знаю попробовать наверх подниматься он все ближе плачущие лики за льда указывают что монастырь близко они знаменуют боль которая ждет в этих стенах я прошу холод жалиться надо мной и позволить мне зарпаться на вершину где перерожусь я сестрой лика златова ага если ну скорее всего мне говорят о том то что если я буду подниматься вверх то там будет босс возможно давай тогда попробуем вот сюда пройти восьмой мальчик ура алтарь отлично просто замечательно о еще торгуется один а если сюда ага я не знаю куда этот лифт ведет ладно давай к торговцу сначала что новенького то что дарю я тебе блистает так же ярко как первая звезда на ночном небе и пусть глаза мои слепнут ежели я лгу все такое такими мягкими белыми лентами украшаются на свадебных церемониях эта лента порванная тонкая вышивка на ней уничтожена это один из трех предметов оставшихся после незаконченного обряда раны от нарушения клятвы исцеляется редко слушай может быть это обряд насчет мантии черный возьмем деньги есть так вот это это глазное яблоко принадлежало пису авалору авал аваросу который видел истину скрытую для многих других глаз его каменный взгляд позволяет узнавать жизненную силу врагов а ну хп врагов появится давай берем че не жалко а это что уголек который кристаллизировался в результате давно забытого ритуала он все еще хранит часть жара оставшегося от костра зараженного в далеких краях укрепляет тело увеличивает защиту обладателя вот это вот по моему интересная вещица возможно он будет помогать чем то жар от костра защита обладателя предание и наступил март и небольшая группа прихожан отправилась на кладбище по пути они снова и снова повторяли молитву и голоса их обращались гипнотическим шепотом и неритмичным бормотанием едва они прибыли на погвозд то пустилась тишина когда могильщики начали лопатами сыпать холодную землю на гроб девочка в платочке про которую говорили будто бы она дочь умершего бросила в могилу горячий пылающий уголь земля в могилу все сыпалось и сыпалось с5 уголь под дает лучей ко всему общему удивлению все еще проглядывался понятно зашел в магазин весь скупил просто в надежде что это хоть как-то продлит эээээ мой эти помощь какую-то окажется так да я же здесь умру я не пойду за пацаны ну смысл вот прокатиться кажется стоит а я дотянусь узелок опять еще один лифт работает наверняка о здрасте безупречная бусина а для чего она простая бусина не имею никакого назначения и он не тронута поверхность ни разу не знали страстные пальцы а и все да у меня есть кое-что для тебя и только для тебя прошептала цыганка монаху который только что остановила слай протянула ему белый камень странной красоты и его достали из океанских глубин с глубин самого дня дна вглядись в его чистоту посмотри на этот совершенно белый цвет на его детственный блеск что может быть чище чем это для твоего розария брат мой не знаю для чего это бусина пусть пока будет просто со мной куда поедем вниз я думал наверх мы поедем на самом деле я в городе хрясь ему малого поймали так давай подношение раз уж я тут сколько там 17 душ у меня карман жмут отдадим на пробежимся по местным нпс не то наверное все что я находил вряд ли поможет потому что это покупные предметы я за кроме покупных ничего не находил такого это вряд ли наверное поможет для квеста потому что ну типа по моему логика квестовая должна немножко по иначе работать ты должен этот предмет найти или где-то получить за босса чтобы квест этот завершить а не просто сбегать в магазин его и купить так что нет смысла наверно всех обходить мы лучше пойдем наверх городу исследовать выше локацию так а а он меня только вверх вниз покатит ладно ну тогда только мне остается наверх либо на мост наверху наверно будет третий босс там почему на мост последнюю очередь иду хотя мне сказали вот типа вот в этой красной локации тетка такая на тебе какую-то штуку и типа тебя на мосту должны пропустить но я сомневаюсь поэтому на всякий случай мы исследуем сначала вот этот участок а потом уже на мост пойдем чтобы уже точно иметь три ключа и какой-то еще один дополнительный пропуск я не знаю может так эти платформы ломается а это декорации так стоять меня еще сносит это наверное декорации все таки я думал там можно будет зацепиться ай блин вот эти нехорошие нехорошие ребята ну не знаю давай так падла то он мне так и будет кровь пить но вниз нельзя тоже мог не очень-то приятно а куда он делся подох где-то там за кадром вон так можно здесь выше еще дай-ка мы тут вопросик поставим потому что может быть или прыжок двойной или что-то такое надо либо я просто свалюсь либо я просто свалюсь сверху вопрос не пригодится тогда убираю право-лево слушай да я наверно тут и не допрыгну при всем желании тут по-моему по-моему это место тут один сплошной вопрос поэтому ставим тут вот все вот эти три развилки не дадут мне пройти а нет вот сюда можно ну наверх мне не запрыгнуть это точно а я могу зацепить зацепиться то ну я пытался надо все одновременно и прыгать и за стенку держаться еще его вобить что ну наверх подниматься надо хорошо все и и и и и и и и и не больше двух ударов он заполнить одежками ну давай вот рядом же был почему он его не бьет опять она за кадром где-то подохла неприятные ребята просто потому что они бесят и не дают пройти так туда и влево давай-ка так не нравится что мне тут ходит теперь давай того моба как-то выманивать ага их туда и вообще как тут быть как его достать пацана то я не знаю я их тут особо-то и не собираю хотя удар был не зафиксировали я последний раз попробуем нет нет это надо было подкат делать одновременно и удар вверх да ладно полетел какой-то странный платформинг зацепами с отменой анимации с другой стороны надо входить я не могу в прыжке подкат сделать слушай за лестницу что-то не получилось зацепиться хотя должен был кусочек бы пикселек торчал было бы неплохо так я не допрыгиваю туда так ладно мы тогда мою мать я просто на секунду задержался я забыл что-то платформа разрушаемая метку поставим душу заберем и пойдем отсюда может я там должен оказаться обойдя с другой стороны не всегда получается точные прыжки отсюда и проблем то здесь не запрыгнул там не запрыгнул и думает что ли тебя навыков не хватает поле руки кривые и у него заново до жизни будут все ну да короче его только так можно убить вот сюда мы потом пойдем мне надо только души свои забрать ну сюда и вверх эй а где они они выше нашли где оставить ай-яй-яй-яй-яй тебе надо две пачки душу ковыривать оттуда в принципе можно еще если если что можно причаститься за энную сумму разработчики сжалились в том плане то что слишком ребят хардкорную мы игру сделали давай-ка мы дадим возможность искупить грехи свои за 200 душ я сейчас чуть опять не свалился о первый раз получилось убить ее не за кадром вот еще сносит вот это вот неудобно тут как-то надо прыгать в порывах ветра я не знаю вот стойте на месте все ждем вот надо уже учитывать какая платформа у тебя сломается какая не сломается где души опять мои две пачки и все там серьезно что мешает запрыгнуть вот уроды а это мне сдается все три пачки они находятся он 2 внизу мне кажется они упали вместе со мной я искуплю их грехи поставил в том месте жирный вопрос короче говоря будем иметь ввиду что там какой-то поможет или двойной прыжок или что-то такое за 900 ну как бы душ не жалко но почему целый ценник то возрос видимо по количеству открытой карты да печальное там место и здесь и здесь не запрыгнуть причем в таком нелепом месте там подыхаешь можно конечно пожадничать и 900 душ экономить и снова и снова этот момент проходить просто чтобы забрать и уйти в другую сторону потому что там никак больше я пока бегаю туда я больше душ настригу ай зацепила падла ты смотри какая сволочь когда-то получается с ними ладить когда-то нет ладно вот сюда давай давно хотел ай зацепила ради блестяшки 1 что ли ради блестяшки 1 что ли можно вниз упасть удалечу нет понятно покойник вашу мать зацепила подстава то здесь везде падаешь какие-то пропасть кажется я начинаю догадываться почему я начинаю догадываться почему этот гаденыш который грехи искупает вот здесь очень в удобном месте находится можно сделать один удар потом отпрыгнуть и сделать еще четыре удара и потом на опасно анимации четвертого на завершение анимации четвертого удара сделать подкат назад и тогда ты не попадаешь под удар я просто к тому что тут вот тут вот так иногда некоторые враги бьются тут надо фрейм эти считать это не покадровая но как чё делает так ладно блестяшку собрать без прыжка двойного мне не светит будем надеяться что в игре он все-таки есть третий вопрос ставим это говорит о том то что в этой локации скорее всего дадут тот самый заветный или крюк или прыжок я не знаю а это куда ведет и чего но тут крючок тоже ясно еще один вопрос очереди даже не знаю куда вот этот вопрос меня выведет на ту блестяшку наверное давай сюда сходим урод как противно тут все подсчитано ни один мог ни одна пропасть у тебя рандомно не расположены все высчитано ровно так чтобы ты от урона упал именно туда приятного вау 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 Продолжение следует... Надоело мне с ней драться. Это я подзабыл, куда мне идти. Понятно. Вот с этой стороны обходим. Ну дотянись ты как-нибудь до него. Сносит. Сносит, падла. Ветер. Подожди, я дотянусь вот до этой блестяшки точно. А, затылочная кость. Я думал, крылатая какая-то кость. Ну мало ли. Может прыжок дали? Да, конечно. Только боли, страдания. Так. Да зацеп... Как? Падла, как? Я не зацепился, потому что меня ветер сдул. Не, 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 не. Надо... Надо бить их всех обязательно. Прямо с того мужика действительно выгоднее будет все-таки пробежать. Вот я опять паровоз тут насобирал. Да не то ты делаешь. Дай-ка тут, наверное, побыстрому. Пусть они тут себе летают. Давай, давай, давай. Меня же сносит. Хотя бы так. Да. Короче, в итоге, где я подыхал миллион раз... Блин, а может можно отведянуть? Если нет, придется заново все обходить. Ладно, я рискую. Может тут надо, типа, о, попутный ветер выворот. Я больше не могу этого выносить. Этот звук, этот звон будет преследовать меня вечно, куда бы я ни пошел. Это мой приговор. Пора перейти на ту сторону этого проклятого сна. Ясно. Вопрос убираем тогда. Снимается этот вопрос с повестки для меня. Да нет, наверное. Чего я их восстанавливаю? Тупик. Так, если бы я пошел так же, но только через верх. Тут разделение пути идет. Я точно не могу понять, куда мне надо. Так, а мы подождем эту черепаху. Пожадничал. Семенная кость. А, ну понятно. Так, ну и все тут. Значит, мне вот в эту комнату надо. Теперь чуть ниже. Вот сюда. Через черепаху и наверх. Ай, сносит. Ай, сучусь. Фух. От ветра сносит, ты начинаешь суетиться и отсюда у тебя не очень хорошо получается. Так, по-моему, можно за последний пиксель зацепиться. Только тут надо учитывать направление ветра. Сейчас он подует в воду в другую сторону. Так, ждем еще одно направление. Короче, забава этой локации, это в направлении ветра. Все зависит от того, сможешь ты дотянуться в прыжке или нет. Короче, надо было не жадничать. Ой, блин, это плохо. Надо было не жадничать и все-таки пополнить те фляжки. Так, тут выше и еще можно направо пройти. Ну, давай направо. Амана. Конечно, конечно. Умаслим себя немножко. У меня фляжек нет. Ну, в принципе, куда идти уже известно. Ну, в смысле, тут дожить бы до алтаря, который, кстати, давненько тут не появлялся. Он еще живой. Так, не допрыгнул. Ждем порыва ветра и цепляемся. Отлично. Что это? Осколок надгробного камня. Слушай, что-то было тут такое. Осколок глиняной плиты, странным образом оказавшийся среди заснеженных пиков, где его нашли. Жители деревни редко покидают свои засушливые земли, чтобы подняться в холодный гор. Но эта могильная плита, вне всяких сомнений, принадлежала кому-то из Альбера. Этот осколок дарует защиту при падении и снижает время восстановления. Я хочу защиту от падения хотя бы на этот промежуток. Давай мы вот так меняем на вот это. Ветер был подходящий. Попутный, так сказать. Но зацеписти. Четвертого раза с горем пополам. Лубами просто зацепился как-то. Куда же я пришел? Перед боссом будет по-любому в алтарь. Ой. Я вижу, сестра моя. Наша встреча близится. Чудо защитит меня на этот раз. Мне не нужна твоя защита. Оставь меня. По-моему, он злой. Нет? Мастерю владычицы нашей с ликом опаленным. Это враг. Это враг. Дайте алтарь. Это реально нечестно уже. Будем его где-то тут искать. Он должен быть рядом. Сестра смиренно простерлись перед двумя священными фигурами в криптах. Какие тайны могут хранить они? Их очень предчувствуют жертвы, предчувствуют боль, предчувствуют кровь. Понятно. Так, тут папашка летает. Заем, а где алтарь? Вообще другая локация. А вот алтарь. Он наверху. Почему я его не видел? Попробуем вверх подняться. А, тут и стенка. Наверх никак. Ну, давай вот так разливать как-то сюжет. Хотя, по логике это вещей лучше, наверное, вниз. Ладно, главное, что я алтарь нашел. Куда? Право-лево. Давай, наверное, так сколько? разницы особо никакой. Какой стороне страдать? Понятно, что за атакование. где-то здесь возле паравы и босса кстати появится. Падбище горных ворши. никак. Никак. Еще один лифт срезка. Ну, точно. проход Какой-то проход еще. Как дотянуться-то? А, подожди. Вот, точно. Можно на купол этой штуке запрыгивать. Ну-ка, дай-ка мне познай следующий из моих болей. Максимальный уровень здоровья увеличен. Это хорошо. Это замечательно. Сколько процентов карты я открыл? 51. Е-мое, еще половину. Половину Карл. Жесть. Так. Ну, с этим проходом и лифтом все понятно. теперь вот сюда сходим налево. Я думаю, я думаю все-таки, что все это потихонечку ведет к третьему боссу. он явно будет не финальный. Интересно, боссов в игре? а еще и ту тетку убил. Смотри, как я комплексно их отмудохал просто. а что а что это такое? Сердце селитровой крови. Урон от атак увеличивается, когда кающийся близок к смерти. ну, я не так уж часто с минимальным здоровьем бегаю. спасибо не нужно. А где этот? Все, не работает? Оттуда не льется ничего. Так, ну, тогда мы здесь бахаем вопрос через алтарь поднимаемся вот сюда идем. наверное я должен как-то обогнуть эту локацию вот так. Не исключено. Ага, а тут они работают. Видимо, они работают пока у тебя есть враги здесь в комнате. Ох, сейчас как долбанет. Ага, вот у нас кто за веревочки это дергает. Сволочь. их только не скинь меня, не надо. Так, ждем следующего. Вот наверх бабку вижу. Так, почти как оно и предполагалось. Здесь тоже вопросик бах, упасть я либо оттуда должен. разминулись. А, а он не долетел. Да тихо, мне только к бабке. Все, бабка кончилась, можно себя спокойно чувствовать. Давай теперь вниз сходим. Ага. У нас вон сколько. Сейчас сделаю. Давай. А у нее в этом горшке люди какие-то. смотрю, ноги, руки торчат. Подожди. Что-то так экран странно двинулся. Очень подозрительно. Давай вот так вот. А еще раз. удобней. А бабка вон там слева дергается. Ничего, я подожду. Иди сюда. Чего? Интересно, собак-то не дамажит. Ай, лава. так. Ага. Комната соединилась. Ну, мы забежим и выйдем обратно. Все. Считай, соединил. Теперь вот сюда уходим. пробиться тут точно не стоит. Балет. ну, эта локация, судя по урону, мне вполне подходит. Тут, как бы, ничего такого я не встречал, что прям не пройти без способности. Да, сложно, но так должно. Ага, тут срезочка. Ну, подожди, я должен проверить. Точно? Эта комната? Да. и по крайней мере, мне столько урона тут не наносят, как вот вот в этой вот локации темно-фиолетовой. Там просто каждый моб у тебя все здоровье забирает. Здесь я просто срезку открываю в комнату. А тут блестяшка банальная. Блин, надо было посмотреть, как бабку добивать. Блин. Осколок золотой маски. Кусок чеканного золота. Осколок маски разбитого много лет назад. Монашки из монастыря владычицы нашей с ликом опаленным поклялись, что мир никогда не увидит их обожженных лиц. И вера бывшей обладательницы маски пронизала металл, дает некую защиту от пламени. А? А давай тогда так сделаем. Ну тогда белый камень. Снижает время восстановления. это ты с большой высоты, если упадешь, побыстрее, на какие-то доли миллисекунд будешь медленнее, быстрее вставать. какое себе. Мы это снимаем, давай урон от пламени. Тут я смотрю прям огненная локация. Огненная ядовитая. Ну вот и сейчас должна быть срезка в ту комнату с алтарем. она вот прям рядышком. Дергаем. Садимся, как говорится, на костер. Полетели дальше исследовать полоку. О! Новые какие-то ребята. у них молния кстати. Молния же. Тут уже поактивнее надо себя в любом случае вести. Тут очень много мобов сейчас и они как-то бьют постоянно в разные стороны там. Там сколько урона, прилетается ты пфулача. Не, ее надо убивать. она мне ходить нормально не дает. Потому что телепортируется в разные стороны. Бабку не зацепить. Бабку можно зацепить. ну, да, давай. Ладно, тут осталось-то и два удара. м-да. Блин, здесь-то я должен ее как-то зацепить. Туда магия. Пошли вы в жопу. А че за привычка этих мобов ставить рядом? Все, подохло? Блин, и я почти. Фаланга, понятно. Кость опять. Опять кости раздают. я не знаю, даже вверх вниз идти. Пошли вверх. Наверх точнее. Жесть. я сейчас умру. Да. У меня оставался один удар. что следовало ожидать. Попробуем аж сюда сходить. Хотя не знаю. И там, и там плохо. Везде плохо, где есть эти бабы, которые... ко мне не сюда. А мне не сюда. сюда. Ладно, раз уж так, давай здесь. Проверим, что у нас есть. можно сдать ее как-то. Я пока не могу выбрать, как ее бить. Да нормально. подождать бы надо. под козырьком каким-то. Иди сюда. Главное ее ударить до ее появления. Вот, тогда она исчезает. Маленькая бусина синего воска. Кошечный комочек воска цвета пыльного неба. Крики замученных приверженцев своей веры все еще дрожат внутри его. Он несколько увеличивает рвение обладателя. магию добавляет. Но не себе. Чувак особо не обольщайся. Магии ты много не получишь. Но тебе чуть-чуть. лавщайся. Ладно, я хотя бы проверил для чего эта комната вообще нужна в целом. еще иногда два раз бьет. Неприятные конечно мобы. бабка не сдох еще. Молодец, какая опять у меня на ту комнату осталась одна пляжка. Ладно, хотя бы туда не надо идти. пока лечился она у меня тоже самое отняла. Ай. Ай. У меня вроде есть какой-то амулет. от этой тетки. Но блин. Скорее всего он не будет каким-то эффективным. Так, мне бы вниз. Не хватает у меня нормально пока пройти эту локацию. Не хватает здоровья банально. что их не жгут? Я посмотрю что-то. Понятно. надо здесь сначала бабку выключить потом туда идти. тетя смысл бабку выключать. я не знаю как эти свечки зажигать какая-то горит какая-то нет а их тушить на комочек вас как раз на цвета в его центре раздается эхо древних молитв он уверенно увеличивать жизненные силы своего обладать поставим у ко мне два миллиметра добавили здоровье да а я же видел там решетку ладно давай сейчас мы попробуем это все делаем сети комнаты быстренько пробежать по спидрану значит мне нужно подняться спуститься подняться подожди да подняться спуститься подняться окей по 1 заглючила как варяха я не тут все короче без урона не получилось а я еще и пошел не веру не сюда мне вниз надо было так теперь я спустился сейчас будем подниматься пошли вы все в жопу так я поднялся теперь надо по прямой до упора добраться туда дожди ты ай 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 вот сюда все почему мне здоровье не поднялось ладно хоть так и новое было решение туда прыгать зацепись ты короче с боями просто прорываясь в каждую комнату а чё туда мне никак да ладно можно все бабка это было месть я думаю что тут алтарь наверное сюда мы вернемся по кругу обижав нет никакого надо соединяем тогда я чувствую между стенами 7 воды часу наши я чувствую тепло и ибо горит все еще лик и и горит вечным напоминанием о жертве и и нашей боль и холод и жжение вот наш устав если жжение то надо чем-то мазать типа стрептоцитом вроде так вот он алтарь бабушка не смотри на морщины кожи моей натронутые сединой волосы мои надражащие ноги мы наш пакт должен быть заключенный бы тяжело исполнить намерения твои да помогай это босс будет сейчас ну давай блок боссу боссу пройдем из-за него дадут нам третий ключ бабка ты чё заканчивай дергать что это такое заточенный заточенный сапфир стальная сфера сапфировым сердцем внутри драгоценный камень сияет искрами дальних краев и наполняет свое хрустальное узилище неистовым светом страны энергия пронизывает его владельца и дарует ему решительность казнив противника начинает прожигать в воздух вокруг себя молния какая-то способности по когда ты убьешь именно добиванием каким-то то что-то происходит на фигня не думаю что нужно где вас босса нет да ну ладно дожди босс походу туда в другой стороне там вот я проход вижу ничего не понимаю вот он проход вот и босс все верно урон по руке надо наносить платья битта он в мозг надо выпить его вот и вот 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 Продолжение следует... Самое отличное его расположение. Так, мы поактивнее начали. Давай бабка лечила бы меня побольше. Ай-яй. Ну, быстрей лечись. Давай, два-три удара ему осталось. Я полечусь. Не жадничай. Да сдохни, мужик. Ай-яй. Пройдено. И чё, ещё? Я рада принять участие в этой победе. Пока я здесь, я хочу, чтобы эти слова сопровождали тебя, чтобы ты помнил о пакте нашем. Сарабанда, тихая гавань. Продолжи свой путь безмолвно кающийся. Какую-то штуку дали. Всё, бабка нам больше никогда помогать не будет. Она ушла на покой. Третье видение. Третья башка. Во имя великого суда божьего и сынов чуда. Да расплавится злата на лике моём. Да сотрёт она следы сожаления с души твоей. Сердце полной вины. Пробудись ото сна. Сыщенная рана сожаления. Ну теперь мост-то точно открыт. Да. Третий босс пройден. Что это такое? Золотой напёрсток с горящим маслом. Украшенный золотом напёрсток с надписью «Лишь холодное злато может нести масло искупления». Номер один. У одной девушки из деревни, а звали её Аурея, было такое прекрасное и благочестивое лицо, что скульпторы всегда звали её позировать для своих творений. И её лицо постепенно стало таким узнаваемым, что люди стали воспринимать её за живое, дышащее воплощение святости. И наконец начали брать её с собой на процессии и даже заменять ей свои иконы. И такой шум поднялся вокруг неё, что не смогла она больше терпеть, как принимает её за божественное создание. И обожгла она лицо своим горячим маслом, чтобы даровать свою небесную красоту Господу, и облачилась в монашескую рясу. По-моему, я это уже где-то читал. Здрасте. Ну ладно, пусть ползёт. Ну вот. Где я вопрос ставил, тут я и оказался. А вот если так пройти, то наверное тут алтарь будет. Наверное. Ладно. Тоже тут отсюда вопрос этот снимаем. Третья прокачка. Меч стал сильнее. Наверное. Священный выпад. Нет. Это что? Бремя справедливости. Техника удара-падения совершенствуется. Да давай, чё. Эй. Чё не так? Чё не качается? О. Это что? Праведный гнев. Оптимизирует концентрацию мощи миокульпа и позволяет вместо клинка использовать острые шипы. Качество выполняет разрушительно, атаку гораздо быстрее. А мне не хватает. Вот это качнём. По порядку. А, ну всё равно мне туда надо будет идти. При всём желании. Блин, надо было бабку точно выключить сначала, а потом бежать спокойно. Это можно и так пробежать. Ну, вот он и алтарь. Ну и всё, теперь только на мост. Здесь всё пройдено. Здесь, ну, за редким исключением, вот этот участок непонятно, что делать. Потому что ты не знаешь, как вот здесь открыть и сюда добраться. Тут закрыто. И тут закрыто. И тут. Не знаю, где взять проход. Вот здесь больно бьют. Ну, здесь ещё можно пройти. Нам сюда, на мост. В следующий раз. Ну, давай доедем, наверное. Доедем, да будем закругляться. Подожди. Подожди. Угу. Сколько народу тут. Так. Ещё ниже. И всё. Я о городе. Так. Ну, давай сначала по классике. Зайдём. К этим ребятам. Ну, по-моему, для них я ничего не получал. Да. Теперь давай в церковь. Не то. Теперь давай мужику вот сюда подойдём. Кстати, давненько мне не давали пустых фляжек. Может быть, давали, но я их не могу взять. Тоже не то. Ну, к другим тут я по карте всю карту прочёсывать точно пока не пойду. По факту надо на мост. Вот. Ладно, будем на этом закругляться. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.